Всех приветствую! В сегодняшнем выпуске речь пойдет коротко о главных событиях и новостях в Германии. За последнее время немецкие СМИ неоднократно сообщали о том, что в Германии активизируются радикальные исламистские движения. Вместе с этим одна из руководительниц немецкой телерадиокомпании выступила за исламистский халифат и законы шариата в Германии. В данном случае речь идет про 43-летнюю холлу Марьям Хюбш, которая с 21 года является членом совета телерадиовещания Федеральной земли Хессен. На днях она выступила в ток-шоу, где обсуждали митинг радикалов в Гамбурге с требованием создать в Германии исламский халифат. Исповедующая Ислам Хюбш в данном случае встала на защиту демонстрантов и заявила, что она принадлежит к общине, у которой есть халиф. При этом она также поддержала законы шариата, заявив, что противоречие между шариатом и государством – это выдумка. Многие наши зрители в данном случае зададутся вопросом, как же вообще радикальная мусульманка попала в руководство государственной телерадиокомпании. Оказывается, что в 2016 году местные зеленые добились принятия закона, в соответствии с которым мусульмане направляют в совет телерадиовещания своего представителя. Ну а поскольку в Хэссене три исламских общины, они направляют делегатов в руководство государственной телерадиокомпании по очереди. Именно таким образом с помощью зеленых Хюбш оказалась членом совета телерадиовещания в федеральной земле Хэссен. Вот такие вот вскрываются официально подробности, поэтому, как вы понимаете, абсолютно неудивительно, что в последнее время в Германии очень активизировались радикальные исламистские движения. Хотя правительство как будто бы делает вид, что они с этим активно борются. В свою очередь, многие партии в Германии, это Союз, АФД, а также партия Сары Вагенкнехт, призывают не допустить шариата и халифата в Германии. Например, глава Союза Фридрих Мерц заявил, что тем, кто хочет халифат в Германии и тем, кто ставит шариат выше немецких законов, не место в Германии. А если они не имеют немецкого гражданства, то никогда не должны его получить, подчеркнул политик. Ну а какое ваше мнение по этой теме? Непременно пишите в комментариях. Германия приняла решение на время отозвать своего посла из Москвы. В данном случае озвучена официальная причина отзыва посла. Это российская кибератака на электронные почтовые ящики членов немецкой партии социал-демократов. Предполагается, что Александр Ламсдорф пробудет в Берлине одну неделю и затем вернется в Россию. В том числе, как утверждает немецкое правительство, российские кибератаки также были направлены против государственных учреждений и компаний в логистическом, оборонном, аэрокосмическом и IT-секторах. В свою очередь, члены НАТО выразили обеспокоенность серии кибератак со стороны России на территории стран Альянса. А также пообещали ответить индивидуально и коллективно. Что же касается президентских выборов в России, то, как известно, Берлин не признает их легитимность, потому что они, по их мнению, не соответствовали демократическим стандартам. Поэтому Берлин также не называет Путина президентом. Вместе с этим Германия также не отправит своих представителей на церемонию инаугурации Владимира Путина. Это означает, что ни представителей правительства, ни посла Германии на этой церемонии не будет. Министр внутренних дел Германии и федеральной земли Хессен предлагает помочь Украине вернуть украинских призывников домой. Он считает, что необходимо поддержать оборонную готовность Украины и вернуть украинских мужчин, которые бежали за границу от военной службы. Министр считает, что необходимо разработать единый подход на федеральном уровне, а также уровне федеральных земель, что касается высылки украинских мужчин домой. Согласно актуальной информации от компании АРД, в следующий вторник федеральные земли, а также Министерство внутренних дел обсудят, как решить этот вопрос и выработать общенациональное решение. Компания AstraZeneca впервые признала в судебном процессе смертельные побочные эффекты своей вакцины от коронавируса. А именно они подтвердили, что после вакцинации их препаратом может возникнуть так называемый тромбоз с синдромом тромбоцитопении. Это, в свою очередь, означает сочетание тромбов и пониженного количества тромбоцитов, что снижает свертывание крови. Подобное осложнение после вакцинации компания AstraZeneca все же признала в британском суде, юрисдикция которого распространяется на Англию и Уэльс. В настоящее время там рассматриваются множественные иски о возмещении ущерба пациентам компании AstraZeneca, которые заявляют о серьезных проблемах со здоровьем, которые появились после вакцинации от COVID. В данном случае пострадавшие их родственники требуют от AstraZeneca компенсации в размере до 20 млн фунтов стерлингов, это в среднем около 23 млн евро. В общей сложности компенсационные выплаты могут достигнуть 100 млн евро. Согласно данным официальных СМИ, в настоящее время в британском суде рассматривается 51 дело, но при этом прокуроры обвиняют компанию AstraZeneca в затягивании разбирательств, чтобы помешать дальнейшим жертвам подать иски о возмещении ущерба. Но все же в свою очередь компания AstraZeneca заявляет, что безопасность их пациентов является главным приоритетом и что существуют четкие стандарты, которые обеспечивают безопасное использование всех лекарств, которые включают использование вакцин. Также они подчеркнули, что клинические испытания доказали, что их вакцина от коронавируса имеет приемлемый профиль безопасности. В данном случае это означает, что вероятность возникновения негативных последствий, в том числе и смертельных, что касается вакцины от компании AstraZeneca, оценивается в соотношении 1 к 50 тысячам. Согласно аналитическим данным, вакциной от AstraZeneca было привито около 50 млн британцев. При этом установлено, что 81 человек умер от осложнений, связанных с нарушением свертываемости крови. Но при этом статистически неизвестно, сколько именно пациентов получили необратимые повреждения и проблемы со здоровьем. Конечно, понятно, что в данном случае компания AstraZeneca пытается защитить свои собственные интересы и оправдать негативные последствия от вакцин. Но при этом важно отметить, что в последнее время появляется все больше сообщений, в особенности в СМИ, официально о том, что очень много людей имеют негативные последствия после вакцинации, не только от AstraZeneca, но и других производителей, и люди требуют законной компенсации. Как мы видим, уже прошло столько времени, но постепенно информация всплывает все же о том, что вакцины были небезопасными. И как мы видим, в судебном порядке впервые компания AstraZeneca признала факт негативных смертельных последствий после вакцины. Согласно актуальному исследованию, немцы перестали быть самыми трудолюбивыми в Европе. Согласно официальным статистическим данным, Германия упала на пятое место с конца по числу рабочих часов на человека в год среди других стран. В лидерах рейтинга находятся Новая Зеландия, Чехия, Австралия, Польша и США. По общим расчетам оказалось, что сейчас в среднем каждый немец работает около 35 часов в неделю. Это наименьший показатель в истории Германии. При этом постоянно растет продолжительность больничных, отгулов и число неполных ставок. Германия также возглавляет список стран Евросоюза по отпускным дням, а именно в среднем 30 дней в год. При этом рост производительности труда в Германии упал с 1970 года в 4 с лишним раза. Немецкие эксперты объясняют подобное снижение трудолюбия высоким уровнем процветания в Германии. По их мнению, граждане не видят смысла так усердно работать, как, например, в послевоенные годы. Есть еще очень одна важная причина – это структура налоговой системы Германии, так как большой доход облагается большим налогом, поэтому некоторые намеренно работают существенно меньше. То же самое касается мини-джоб, сокращенная рабочая неделя, потому что в свободное от работы время люди могут зарабатывать неофициально и таким образом также не платить с этих доходов налоги в бюджет. В то же время, как вы знаете, за последнее время все чаще речь идет о том, что в Германии огромный дефицит кадров, а также специалистов. Поэтому, как утверждает правительство, Германия очень остро нуждается в миграции, а также иностранные рабочие силы. Они делают все возможное для того, чтобы иностранцы могли намного легче приехать в Германию, а также трудоустроиться. Но при этом, к сожалению, они прикладывают очень мало усилий для того, чтобы трудоустроить уже существующих мигрантов, а также беженцев, которые не особо заинтересованы работать. Но все же в первую очередь очень важно стимулировать собственное население, взращивать своих специалистов, повышать заработную плату, улучшать условия труда для того, чтобы люди были заинтересованы искать работу. Это были основные и актуальные события. Также не забывайте, что еще больше полезной и свежей информации вы всегда можете найти в наших соцсетях, а также у нас есть Телеграм и второй YouTube-канал. Все ссылки в инфобоксе. На этом я всех благодарю за внимание. Будьте здоровы, отличного вам дня и до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!